В округе прошел футбольный турнир «Кожаный мяч». В соревнованиях приняли участие команды по всей стране. В Люберцах за звание лучших в округе боролись сборные четырех школ. Кто одержал победу, расскажем в нашем сюжете. У вратаря задача не из легких. Если пропустит мяч, может проиграть вся команда. Галкипер гимназии номер один Артем Драбкин серьезно занимается футболом третий год. Умеет играть и в защите, и в нападении. Но любимая позиция на воротах. Несмотря на юный возраст, у спортсмена большие планы на будущее. Я начал заниматься в детстве, и сейчас до сих пор занимаюсь. Я сначала хочу в Спартак и продолжить карьеру в Барселоне. Футбол – это моя жизнь. Тренер команды первой гимназии – учитель физкультуры Александр Гайворонский. Он и главный наставник для ребят. Учитель признается, что с детьми бывает нелегко. Старается каждому найти свой подход. Бывают дети очень тяжелые. Бывают простые. Это не как книжку открыл, все, начал читать, и ты знаешь, какие буквы. Здесь немножко другое подходит. Здесь пытаешься разобрать каждую главу ребенка. Если уже по книжке так смотреть. Турнир «Кожаный мяч» провели на новом футбольном манеже «Олимп». Сыграли четыре команды. Первая гимназия, 10-я и 11-я школы, а также сборная поселка Томилино. Этот турнир проводится среди так называемых дворовых команд. Здесь нет профессионалов. Это дети, которые занимаются в секциях непрофессионально. Возраст – это 2010-2011 года рождения. Все команды встретились друг с другом по одному разу. В результате шести матчей сильнейшей стала сборная поселка Томилино. «Кожаный мяч» проводится один раз в год. Следующей осенью у любительских команд округа появится новая возможность завоевать первенство в футбольном турнире.